Приветствуем вас, уважаемые зрители, в эфире RUHUB, и мы сегодня будем с вами на нашем канале наблюдать финальный день ESL. One Mumbai 2019 подходит к своему логическому концу и сегодня закончится в гранд-финале. Перед этим состоится финал лозеров, участниками которого становятся Na'Vi и King Gaming по итогам вчерашнего дня. И эта открывающая серия будет полностью обсуждена нами следующим составом аналитиков, которые я рад вам представить. Это Рустам Мавлютов, он же адекват, это Дмитрий Филинов, он же инмейт, и это Александр Кучеря, он же Фобос. Что ж, господа, доброе утро. Оно действительно доброе для многих работяг, которые сегодня проснулись пораньше, чтобы поболеть за команду Na'Vi, что очень радует, я думаю, эфир сегодня должен быть крайне большой, ну и что радует также, это то, что Na'Vi уже в этом турнире King Gaming обыгрывали. Счет был 2-1 в верхней сетке, у Na'Vi получилось-таки пройти дальше столь серьезного соперника, которого в начале этого турнира многие из вас, уважаемые рейтели, как одних из фаворитов. Давайте поговорим о расстановке сил на данный момент, кого вы сейчас считаете фаворитом после увиденных игр вчера и позавчера. Кто готов высказаться, я думаю, что мы начнем с Рустама, как с эксперта по азиатской доте, он смотрит и комментирует больше всего, пожалуй, из присутствующих азиатский регион, в том числе и Китай. Поэтому, пожалуйста, расскажи свое представление о серии, которую мы скоро увидим. Все так, да, ну то есть я от слов, наверное, отказываться не буду, в плане того, что Кины по-прежнему фавориты. Если у Кинов будет действительно желание выиграть этот турнир, в чем я очень сомневаюсь, потому что им, в принципе, это не особо нужно, то они это смогут сделать. Тем более Минески, Na'Vi, ну, собственно, команды, которые для них, вот даже до старта турнира, я думаю, многие понимали, что это вполне проходимые соперники. Вот, что касается необходимости победы, тут тоже большой вопрос, потому что очевидно, что Кины приехали на этот турнир тресить своих героев, тренировать их. У них сейчас наиболее разнообразный пул за 12 сыгранных карт среди всех команд, а же среди Минески и Na'Vi. Соответственно, это говорит нам о том, что ребята, ну, фактически не повторяются. Если там взять, например, тех же игроков первой, второй, третьей позиции, ребята, ну, повторили по одному, по два персонажа максимум. Ну, там, тот же Y-Ink, который в центре у них стоит, там, 10 из 12 разных героев взял. Собственно, ребята из Кин просто проверяют своих героев вот на практике, чтобы потом уже к мейджору, вот буквально через 10 дней, показать хороший результат. Потому что, ну, мы знаем, что они сейчас еще не в той гарантированной точке, где они получают прямой инвайт на Инд. Они там восьмое место, по-моему, по DPC занимают прямо сейчас. И, соответственно, хорошее выступление на следующем мейджоре, на Париже, им гарантирует поездку на Инд. Поэтому сейчас, наверное, задача у них, конечно, на этот турнир это вот оттестить, попробовать, что сейчас хорошо у них работает, что плохо, и на мейджоре уже показать наивысший уровень. Поэтому думаю, что здесь у Na'Vi по-прежнему очень хорошие шансы на победу. У Na'Vi задача другая, у Na'Vi задача победить, им это крайне необходимо. Но Кин, ну, от них все зависит. Если будет настрой выиграть прямо здесь и прямо сейчас, они победят. Если не будет такого настроя, то у Na'Vi будет хороший шанс. — Митяй, ну вот, если ты помнишь, смотрел же серию предыдущую кинов с Na'Vi, да. Поэтому ты-то от первого лица мог видеть все эти пики, все происходящее. В основном, что помогло Na'Vi выиграть в той серии? Это уверенная игра Мэджикла на Темпларке в миде. — И это тоже. Но на самом деле, хоть у них и разноплановые были герои, но в основном, на тот момент времени, еще это были Винера, они отыгрывали чем-то, что ты обычно от них и видел весь сезон. А с пинатурных героев брали для каждой свои роли. И можно было сказать, что они предсказуемые. То есть на данный этап прийти, посмотреть на их героев, сказать, ну, тяжеловато будет заранее, кто на ком именно будет играть. Перестановки постоянно, какие-то завуалированные драфты. А там всего этого не было. На Na'Vi просто примерно заранее представляли, что будет, подготовились. И вот на первой игре там не совсем пошло, дальше было лучше. — Саш, мы вчера видели, как удалось у команды Минески с Na'Vi сыграть. Они закрывали некоторых героев. И у Na'Vi были связаны руки некоторым образом, когда закрывали Брюмастера, когда закрывали героев для Близзи в целом. Стратегия раздрафта против Na'Vi пару раз работала. Как ты думаешь, в ближайшем противостоянии будет ли что-то подобное от кинов или, как говорит Рустам, они будут спокойно тестить каких-то героев против Na'Vi, давая им поиграть чем-то сильным против себя? — Ты знаешь, я думаю, они уже натестились. И пора уже, скажем так, показывать серьезную игру. При этом, если резюмировать вчерашний день, мы видим, что мета изменилась. Если в начале, скажем так, решало то, что все бегают пятером, дерутся, активно, агрессивно и так далее, то последние игры вчера — это долгие игры, это игры в глубокий лейтгейм со всякими медузами, спектрами и так далее. И мы видим, что это работало. При этом мы помним, что китайцы крайне сильны в этом плейстайле. И, опять же, я думаю, они сделают правильные выводы по поводу Na'Vi, что там нужно забанить, тем более у них есть хороший пример, как их победили. Опять же, вот этот Omni, который открылся, который, я думаю, Na'Vi не успели натренировать. Мне кажется, в этот раз им будет гораздо тяжелее. Если бы ты у меня спрашивал мой преддикшн, мне кажется, будет 2-1 в пользу Kine. Но шансы у Na'Vi, конечно же, есть. Еще знаете, что хотелось добавить? Идет голосование за МВП, и там лидирует Blizzy и Magical. Это как раз следующая тема, которую я хотел поднять. Я бы подцепил, да-да-да. Вот я как бы продолжаю. Давай подробнее расскажем нашим зрителям, что на турнирах ESL спонсором часто выступает Mercedes. И Mercedes разыгрывается для MVP-турнира. И вы также можете голосовать. Все эти голосования на сайте ESL можно найти. И выбрать MVP-турниры, да, Magical и Blizzy. Вчера вышла статья о том, что они лидируют в этом голосовании. Вы можете порадовать парней, выбрав одного из них, MVP этого турнира. Впрочем, ты на Magical ставил сам делал вчера, как я помню. Я же говорю, нужно выбрать одного, чтобы вы сами поделились, чтобы точно выиграл. Я думаю, что любимец чья-то Blizzy все равно так или иначе захватит свою аудиторию. Безусловно. И, пожалуйста, я буду за него счастлив. Ну, хорошо. Если в Na'Vi MVP уже как-то определены и даже есть лидеры в голосовании, то давайте поговорим о KIN. Кого бы из этих игроков вы выделили по этому турниру? Кому самые лестные слова можно направить? Рустам, давай как специалист скажи, пожалуйста. Ну, даже если будет такая поддержка мощная для команды KIN, я имею в виду с восточной какой-то стороны, да, там с Азии, то, скорее всего, ребята будут там голосовать больше за KK. Но все-таки на этом турнире он там сколько, 4-5 рубиков показывал, а это всегда возможности для хайлайта. Осталось там всего лишь пройти в гранд-финал и неплохо выступить, что называется. И плюс ко всему, KK в данном составе, наверное, ну, самая звездная, самая знаменитая личность, потому что, ну, кто такой YIN, кто такой Dark, люди до сих пор еще пока не знают, просто потому что это новенькие ребята, которые там второй-третий год на про-сцене. Поэтому я думаю, что голосование будет там за KK, если, опять-таки, они хорошо выступят уже в гранд-финале. Ну, надеюсь, да, что поддержат китайских игроков. В случае, если они будут в гранд-финале. Митя, а у тебя какие предпочтения по китайскому коллективу? По китайскому? Тяжело сказать. Мне это понравилось, как Абаин вчера исполнял, и как Чикин бабахл налево и направо. То есть никаких грубых ошибок, прям пришел, поформил. Вот не то, что вот когда играли против Na'Vi, когда антимаг выформил все и просто замерз, погиб, умер и был антикрипом. После всего этого он прямо вот безошибочно откатывал серию за серией. Поэтому, может быть, я его бы выделил. Но стоит напомнить, что не только зрители, но еще и вроде как став, освещающий турнир, в том числе, будет голосовать, и у них вес голосов побольше, и они могут порешать еще, кто куда чего пойдет, и выкинуть и Меджикла, и Близзи с голосованием. Это было бы бессердечно, с их стороны. Но я думаю, если Na'Vi все-таки окажется в гранд-финале, то тут уже будет прямой фокус на каждого из игроков, который себя покажет в этом самом гранд-финале. Я думаю, что вы тоже читали это интервью. Zed Freak из комплекции Gaming сказал, постараюсь более точно процитировать, что Na'Vi на самом деле гораздо сильнее, чем все думают. Как вы думаете, о чем он именно говорил? По турниру, конечно, это заметно, потому что Na'Vi, между прочим, в финальном дне, минимум топ-3 в ESL One Mumbai. Какие сильные стороны вы бы отметили у этой команды в данный момент? Знаешь, я немножко отвечу не на твой вопрос, а в целом, что Zed Freak, комплекции Gaming, то, как они играли и так далее. Я не уверен, что его глубокое мнение о том, что я тут вижу глубину игры Na'Vi, но я не уверен, что это просто компетентно. А от кола от кого отлетели? Напомните мне. Это всех? Нет, но я имею в виду в лозерах. Не от Na'Vi, случайно? Нет, на Na'Vi в лозерах, шли. От Pan'Vi 2-1, да-да. Это там как раз-таки у нас Limb играл на ДК, которую Блина вынесла на втором уровне. Но это, между прочим, участники мейджора. Я прошу вас об этом помнить. Это, к слову, о трех слотах на Na'Vi. Потому что можно было на SEA выделить, которые у нас первое, четвертое возможное место. Кипик, кстати, об этом написал вчера, что надо Юго-Восточной Азии больше слотов давать, два мало. Слишком хорошо играет регион. Ну, это тоже спорно, но на самом деле даже так. Если вот абстрагируется от всего, определенно на данном турнире лучше, чем Северная Америка. Да, ну, как минимум, мы сразу прям сходу можем назвать, да, это Fnatic, это TNC-ки и Mineski. Да, ну и на самом деле вот даже в рамках не вот Тир-1 постоянных участников ланов команд, у нас в Северной Америке это всякие там условные кассоводки и так далее. То есть не очень медийно известные куда-то выезжающие ребята, а в Юго-Восточной Азии у нас постоянно вот есть вот стаки там новые, там от каких-то Boom.id до WG Unity, еще чего-нибудь. Да, я вчера помню, когда задал вопрос про, кто же сейчас Тир-2 в Северной Америке, было такое молчание сначала. Ну, Evil Genius точно первые. А все остальные Тир-2. Так вот, да, дальше просто пытаешься понять, насколько они хороши или плохи, вот, потому что постоянно ребята ездят, и как будто у нас вторая команда ТОП-16, так и у них там. То они приедут, посмотрят, просто себя покажут и сразу по домам, то вторые и так далее. Ну, о чем можно говорить, турнир только-только закончился, мы уже в Твиттере вчера могли наблюдать, как два игрока команды Team Team пишут Looking for Team. Кикнули Ньюшема, кикнули Гунара, то есть мидеры четвертую позицию, и остался Икс Майк с своим вечным Браксом, братишкой, и Энви. Вот, они будут искать себе новую мидер. И в последнем, кстати, никогда не понятно, останется ли он. Да, тоже, тоже нет. И если останется он, останется ли кто-то еще, потому что он уже главный. Ну, это к слову о том, что, ну, нестабильна даже Тир-2 сцена. Команда выступила, я не могу сказать, что Team Team выступили плохо, но групповой стадии зашли зашли. Ну, команда с таким перчом, с такими футболками, командами, конечно, выглядит как суперстабильный коллектив, поэтому я думаю, что здесь удивляться, этому говорить, вау, коллектив развалился, коллектив Энви развалился, как неожиданно, как непредсказуемо. Какой-то разрушитель просто, он приходит в команду и разрушает. Ну, а если добавить по поводу Дзефрика, то по логике единственное, что он мог иметь в виду, что играет КВ с Нави, возможно, они им что-то показали, и ему это очень понравилось. Я, наверное, имел в виду в том числе, что прогресс у Нави видно по этому турниру, как ни у какой другой команды, между прочим. Он увидел, что они прям реально с каждым матчем лучше и лучше, и вот об этом и сказал, что... Не написано, что с Тенековой проблемой? Так еще сейчас все. Нет, нет, нет. Ну, а Дзефрика так и не написано. Давайте посмотрим, что у нас уже на экранах, а это... Это лучший кубок в засвете. Открытие турнира, вернее финального дня турнира. Ну, и опять очень сильно хайпит ведущий выход команд, а все абсолютно правильно, и King Gaming, как будто только проснулись люди по прическам, выходит на арену. Могу их понять. Не столь полную. Сколько там, 3,5 часа разница, да, получается? Вот этот парень всегда грустный, который первый идет. Я серьезно говорю, я уже не который раз замечаю, он всегда такой. Не, при том, что я знаю, сколько мы вчера закончили, а они закончили, получается, в то же время. Там сейчас 11.30, поэтому... Обед уж это. Обед не говорит. Поэтому я думаю, что ребята-то могли недавно все-таки проснуться, конечно же, но время комфортное для начала турнира, абсолютно точно. Вчера кины не раздавали всем пятюни в начале своего прохода, а сегодня уже так более открыты к публике. Ну, это наши ребята. Ну, вот только так надо Na'Vi объявлять. Можно было погромче, больше хайпа добавить. Не дотянул ведущего чуть-чуть. Эпичная музыка играет, Na'Vi выходит, сейчас опять небольшое взаимодействие со зрительным залом. Наиболее свежими так выглядят, да? В сравнении, опять-таки, с командой Kine. Хотелось бы в это верить. Улыбаются. Надеемся, что действительно они настроены серьезно на эту игру. Ну, действительно, было бы сегодня очень приятно увидеть серию Best of Five, тем более, что, возможно, будет место для старой доброй шутки. Фармен уже ждет команду Na'Vi. Такая себе старая, такая себе добрая. Такая себе шутка, ты захочешь сказать. Ну, я уж не стал. Мне кажется, сегодня может быть очень долгий день, потому что... вот эта вот стратегия, вот эти сидения на горе, где ни одна команда не может зайти и закончить. Возможно, мы сегодня надолго. Это будет контестенция, гора сидения. Очень жалко, что сейчас в студии нету Сергея Ревина, известного как Smile, потому что он, если вы помните, в начале этого турнира говорил, Kine — это сильно атакующая, агрессивная команда, которая играет в быструю доту. В их защиту они могут так играть. Другое дело, что выбрали на данный турнир немножко другой формат. Ну, так и есть. Да, они выбирали, выбирали, вы устаканили именно этот. Да, потому что ты берешь каких-то перехомов, вот когда еще у них, у Flaner не поломался тебе руки. Вот про них точно можно сказать, что 20 минут фармим, потом идем выигрываем. Здесь эти ребята всегда показывали разнообразный стиль, но вот превалировал именно атакующий вариант, при котором ты агрессивно, драфтишь на, чтобы воевать на линиях, агрессивно как-то пуш, воюешь за Рошанов и так далее. Вот знаете, что меня еще немножко беспокоит, вот они сейчас показали, ну, бан вот этой линейки, про которую я вчера говорил, когда выбирается Darkseer и Brumaster, и потом залетает, условно говоря, какой-то слабый хордлайнер для Близзи, типа Кентавра и так далее. Есть Doom, который хорош, но команды показали сейчас, что берут Омника, и вот Омник. Хотя странно, помните, вот раньше Doom брали против... Так он вчера в одной драке, где они выиграли... А сейчас наоборот. Сейчас получается вот этот вот репел новый. Ну, переработка скиллов, да. Да, он наоборот, стиль он против Doom стал. Это так, но опять же, тут важно понимать, что если ты думишь Омника, он не работает. И вот в одной из драк вчера такое случилось, и все, типа, здорово было. То есть, концепт в том, что ты не должен просто думить кого-то другого, если есть Омник, выключая вот этого самого полезного героя, который тебя закрывает. Это да, но ты же, если играешь на Doom, ты же тоже понимаешь, увереннее на Омнике, что человек задумит Doom, ты держишь позицию. Это как играть за Оракла, то есть, смысл идти первым, если ты играешь на Оракле, и смысл нападать на кого-то, если за ней стоит Оракл. Это такие герои, закрывающие друг друга или сэвивающие довольно много. Игра скиллой, хорошая команда, хороша тем, что она может найти вот этого Дазла, этого Оракла, этого сэйвера и напасть на него первого, потому что он не может, или обычно не хочет тратить пыль на себя. Ну, да, теоретически верно, что должен Doom выключать Омника, но вчера на практике мы увидели немножко другое, конечно, это зависело от команды исполняющих. Он ошибся и уехал по домам сразу. Да, в том-то и дело, он его выключает, если Омник ошибается. Вот сейчас либо у Doom должно быть нереальное преимущество, или нереальное преимущество в драке должно быть. Но это очень тяжело сделать, если у вас лейтовый пик. И вот мне интересно, есть ли у Na'Vi большой листочек, где крупным шрифтом написано пикой в Рейс Кинга? Нет, у них сейчас пять листочков есть. С подписью Lost. На сегодня пять листочков, сейчас они их развернут, каждый будет тянуть и вытянеть себе героя, так и будут играть. Что есть, цитирую? У вас так крепкий мужской кулак, который сейчас в исполнении Na'Vi может разбить Кингейминг. Какие все-таки герои? Все-таки дадут ли темп-варку? Мне больше всего интересно. Будет ли ВК, которого хайпят, СНГшный такой ВК, которого еще показывали, Гамбиты, который вроде хорошо играет и, если я не ошибаюсь, даже ни одной игры не проиграл? Проигрываешься. Одну проиграл, да. Одна из пяти, да, у Na'Vi с ним. Плюс у них вот неплохой, неплохая ТАА, тоже одна из пяти. С стопроцентным винрейтом у них героев пока нет на этом турнире. Плохой дум очень, 0-3. Плохой дум. Ну вот это как раз то, про что Саша рассказывает, что если по линейке Близи будут банить героев, то не совсем сладко придется Na'Vi в этой игре. Опять придется что-то выдумывать, если не думать, то кого брать. Хотя Пангольер вчера от Близи был ближе к чему. Был хороший. На самом деле Близи немножко не хватает в пуле атакующих таких героев. То есть у нас был вчера уже вариант, или Разора могли поставить в оффлейн, или там какого-нибудь взять, я не знаю, вот ТБ вчера ходил у нас тоже в офф-линию, начинал с нее. И вот не хватает чего-то такого для Близи, чтобы он мог завуалированно задрафтить кого-то героя, и все такие, ну это может быть у флейнера, может быть не у флейнера, он у него сыграл и победил. Будет круто, если мы омника сейчас возьмут, вот это будет реально круто. Тоже будет здорово. Если они смогут перестроиться здесь. А он практикует его? Тоже вопрос. Интересно будет, если он у него на это. Была мета, когда омник был популярен, и я вчера пытался вспомнить героев, я уже туда был вечером совсем уставший, но вот герои, которые сильны против омника, помните? Это Рубик и Морф. А в итоге стоим на хайграунде. А в итоге, да. В итоге это... Как-то Мерик рассказывал, старт турнира, аккуратненько на пятый драфт, финальный день турнира. Вот возьму сейчас снайпера или нет, потому что на бане будет. Берут разору. Ну, кстати, ВК в респект бане уже, и Oracle вместе с Брюмастером там же, со стороны Кингейминг. Знаете, в чем проблема вот этой Медузы? В общем, по-моему, месяца 3-4 назад выходил патч, который очень сильно поднимал, и тогда Китай, это был первый регион, который очень активно начал ее брать. Прям в каждой игре она была. Медуза Дровка. Помните? Постоянно Медуза Дровка, Медуза Дровка, Медуза Дровка. И у них, в принципе, я думаю, колоссальные знания о том, как, в общем, играть с этим героем, и как играть против нее. Вот. И, возможно, они сейчас нам это покажут. Потому вот именно... Вот если бы это был Варискинг, да, который для них новый, это одно. Мне кажется, у СНГ было преимущество в плане знаний. Здесь же... Видите, вот я думаю, надо взять снайпера. Они берут разора, то есть, ну, вероятно, они понимают, что это больше, чем я. При том, что у них была возможность того же Никса взять против Медузы, как увидели сразу. Очевидно, что Никс сразу в второй стадии и бан ушел после этого. Да, Никс тоже хороший был бы герой для них. У СНГ не обязательно прям так надо было, наверное, ценить на первой стадии. Просто раскрылись двух кор героев. Ну, вот, вот, скажем так, по математике, которая была у нас, в наших, в наших командах, то есть, разор против Медузы чем хорош тем, что он с МИДа ее сгоняет на боковуху. То есть, там два героя, вот, имеете, пикались, это был первый разор, второй хускар. Ты, как бы, ее сгоняешь на боковую линию, а дальше что-то делаешь. Просто что? Ну, скорее, просто по линиям будешь постоянно искать, да, куда Медуза пойдет, вначале разведаешь территорию и потом разор туда лай напишешь. Когда ты ее уже сгоняешь на боковую, ты уже темпы избиваешь, потому что она там стоит, ну, 2 на 2, там, 3 на 3 и так далее. Хотя она, кстати, вот, герой, который силен, может быть, 3 на 3. Вот, если ты приходишь против какого-то, не знаю, словного террорблейда, то есть, таки рейнджевой, и змейка сильная. То есть, это не слабый герой 3 на 3, если что. Ну, не слишком ли это медленно получается? Возможно, возможно, я же про это и говорю. Она, в принципе, потом свое возьмет, просто у нее сбит темп, но вот плюс в том, что она не слабая на линии, даже на боковой. Вот, но ты ее тем самым замедляешь. Тут вопрос просто, как ты этим пользуешься. Потому что, если она стоит с меда, она идет в темп, она толстая, и даже если ты, допустим, ее атакуешь с боковух, она может это просто переживать, ну, ждать, пока там союзники потянутся и так далее. Если она стоит на боковой линии, к примеру, у нее левел пониже, ее атакует медер, вот, он, получается, может ее уже убить. Двора в Литвине, да? Кингейминг. Очень так себе. Это мне очень понравилось. Это полностью вот герой, вот, 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 линейки, про которые я говорил. Четвертая позиция, будет сейчас бегать, вроде как обычно у них. Насколько он здесь нужен, этот Тинем, вообще? Нормально, ну, это их герой, как минимум, давайте подумаем, чем он хорош. Максимально сильный линейнг, сетап, верно, относительно жадный персонаж, потому нужен кто-то посильнее. Ну, он робит неплохо, вроде как, на стартах левелах, если получаешь. Выбежал, засыпал, закинул. И теоретически, он может от присоски довольно легко откинуться. Или кого-то откинуть, если прям заморочиться. Ну, пока, кстати, решение против, как раз-таки, присоски Разора не наблюдается. То есть, Винга, которая могла бы свапать и спасать в таких ситуациях, сразу в бан отправилась откинув. А там Пика спасает. Честно говоря, тут не страшно. Предметом это закрывается, но до предмета еще надо дожить. Саппорты будут, скорее всего, покупать. И это Дизраптор. Дизраптор, который сейчас там 5,6 у Кингейминг. Дарк на нем прям весь турнир практически отыгрывает. и максимальный минерал практически всю жизнь на нем это у нас там очередной снова. Ну, просто будет кататься, мне кажется, в Дизрапторе. Тут для Na'Vi сейчас появится, какую позицию они сейчас откроют. Вот что интересно. Когда появится герой для ближнего. Сейчас у них хвост пик, нет смысла брать мид. Если у них медуза в легкую или нет смысла брать керри, если медуза в мид. А вот они не знают, им надо сейчас тройку открывать. Именно о том и речь. Ну, кто еще в пуле есть у Близи, кто бы здесь пригодился бы? Мало видно. Тут надо универсального брать, слишком мало видно. Близи на фуре не катают, нет? Было бы неплохо, знаете, какими на гуссирену увидеть. На гуссирену на тройке. А как у нас так получилось, что Нигма добралась до четвертого пика? Вот это попробуйте в общем на гору зайти. Стоит медуза, миднайт пульс, виверна, в общем, тоже, если кнопку нажмет тяжело, идти не который может сделать. Все еще снайпер, вот прямо сейчас. Да, мне кажется, надо брать снайпера, потому что вот то, что я вижу, уже хайграунд они не пробьют. Шадоу Шаман еще в пуле остался. Тоже есть и слот под него, четверку можно взять. Если он Шадоу Шаман, они уже не выиграют какой-то ограниченный урон на всех. Вот эти вот 4 на 4, они уже лейт не выиграют. И надо брать уже сейчас, если они хотят бодаться с этим. Либо подумать, как это задавить сейчас. Вот сейчас будет развилка. Можно земелью оставить себе. Тоже врываться. У тебя будет и на ранней стадии, где глухол, чем можно сбить, и на медузу. То есть ты нападаешь на тени, там выкидываешь, вкат земелья откидывает обратно. Вот это вот все. Ну, кстати, да, действительно интересно, как Энигма дожила до этой стадии. и пиков, и банов. Удивительно, что почти на каждой карте ее закрывают, а здесь просто решили оставить и не взяли сразу. Прокралась. В этом случае Энигма это 4 скорее, а тени 3? Или это обе 3,5 получается? Я думаю 4, а тени 3. Вот так вот. Стандарт. Тени спадет с кольцами, постоит отблизи. Пока против него лайнап непонятен, да, против кого он будет стоять. А тени нормально стоит почти против многих. Ему все равно. Нет, это не тот герой, который там может сильно пострадать. Не знаю. Коман. А если может сильно пострадать, тогда там любой пострадает фактически. Все, решили заходить на хайграунд, чтобы был товар дэмэдж, подсветочка, вот это вот все. Не, может опять возьмут своего антимага и будут пытаться сплитить, но просто его один раз через Блэкхолд словят, или он замерзнет, и они проиграют. С другой стороны... Вариантов вы поймаете многовато именно в тимфайте. С другой стороны, знаете, в чем большой плюс? В том, что в принципе герои у Нави, вот эти три, они больше сопротящие, и у кино достаточно контрольная эта Медуза, то есть если как-то раз так к ней подберется, ее никто не будет трогать, она сможет ее долго дизейблить. Дум задумит, разор присос, кайдэмэдж откачает. То есть в принципе им относительно понятно, что вот этими всеми героями делать против Медузы. А всех остальных можно пытаться как-то проигнорировать, условно говоря. Потому что даже если они там хорошо кинут свои скиллы и так далее, вот если Медуза будет хиксее или там без дэмэджа и так далее, она не постреляет. Пока что весь драфт вокруг Медузы построен. Есть герой, который сейчас кином прям сильно может все поправить. И из так неплохой ситуации это спектра. Ты стоишь на линии под саппортами, и потом у тебя всю игру будет возможность просто ворваться и в интервью верну, и в энигму. Разграничить драку, и как бы будет довольно комфортно хайграунд, и как бы вот тебе и уберлейт. Ну, кстати, европейские команды, именно вот сильные тир-один, они вот спектру против энигму всегда берут. На энигме почти неиграбельно против спектры. Где-то ты не стоял, да, уже откуда-то так не залитает, тебя видят. Тут уже вопрос в том, как игру закончить тогда с этой спектрой. Вышла база. Фармлив шедушамана вот здесь вот берем вчерашнюю игру, где шедушаман бегал без денег. Уже там, 70 минут была игра вчера, значит. не нафармил, ничего не сделал, то есть не было там ни аганима, ни рефрешера, здесь у нас будет ряд какая, скорее всего, он где-то не найдет. По нему рефрешерам понятно, он пробьет в сторону, но это долго. Ну, допускаю, что вот они никуда не торопятся. Это Мидасик-то надо покупать, наверное. А Мидасик на шедушамане, у него белый урон высокий. Это вообще крепко, кстати. Какой кошмар. Нави заваняли Лайфстиллера, они видели его для кингейминга. Странно, вот для Лайфстиллера здесь плохой пик, смотри, Энигма затягивает, интервьюерно стреляет. Да, тут все круто ее против Лайфстиллера. Дважды Чиккин сыграл на этом Лайфстиллере, дважды победил. Боялись, возможно, что по темпу не уложится, то есть, допустим, вчера их там прощали. Джаггер остается для кингейминга, киши персонажа, для Чиккина. Ну, кстати, все еще, все еще силен снайпер. Все еще. То есть в Рейзер в случае разор ты куда ставишь? Ты можешь поставить его. Легкую, да? А есть ли смысл? Да, против Кинни и так далее. Ты куда-то. Тут просто вот эти все четыре героя, они против снайпера плохи. Ну, Джаггер сами забанили. И интересно. Что там быть насчет Ликонтропа? Ликонтроп для Кинг? Да. Да, мне кажется, Ликонтроп против интервьюерной, Энигмы и Медузы плох. Там эти самоны под ультой Виверной там же ржут кого-то. Просто съедят. Не, можно еще Эмбера взять. При этом ты нажимаешь тоже колденбаре слишком хорош. Как вариант. И просто стоять закидывая с деликатом. Можно, но опять же игру не закончишь. Опять же, неторопливо формируешь САТ, а потом уже певешься. А вы хотя бы хотя бы просто игру закончить можешь этими вардами бесконечно. Если Медуза не успеет на фарминге. Просто Ликонтропа это та самая посадка на таймер. То есть противников Медузы и Энигма у тебя... Ну вот. Спектра. Спектра, которыми я тебе предсказывал, да, действительно, чтобы добираться до Энигмы. Я как раз хотел спросить достаточно ли инструментов у Кенов при Медузе, чтобы еще выключать и Энигму. Это Урса для Нави. Для Кенов очень комфортно все это выглядит. То есть против Урсевича есть чем воевать, против всех ультов есть чем воевать. При этом близости ЛН-Энигма, то есть это будет третья позиция Энигмы, что вообще кошмар. Почему это тебе не нравится? Ну не совсем кошмар, а в том плане, что тебе не нужно Энигму третью, иметь и не четвертую, если ты можешь их послапать, это будет куда эффективнее. Ну, по Нетворсам сейчас станет все видно, как оно будет вырисовываться. В любом случае, я думаю, что в лесах будет начинать близи по той же стратегии, которую много раз команды показывали. Может быть, может быть. Давайте перейдем к конкретным преддикшенам. Рустам, начнем с тебя. Кто по пикам тебе кажется сильнее? Надежно. Эти герои меня откатали, нового ничего не взяли. Эксперименты, видимо, закончились, тесты закончились и будут побеждать. Кин, принято. Тоже на Кин. На Кин. И, Саш, твоя ставка. Да мне оба драфта нравятся. Ну, давайте я за Нави купил. Выбери один. Хорошо. Двое закин, один за Нави. Давайте посмотрим, что предлагает нам наш партнер Паримач по коэффициентам на победу в этой серии. 1.37 Кингейминг и 2.95 за Нави. Спасибо, принято. И давайте посмотрим, как проголосовал наш чат. 72% поддерживает пик Нави и 28 пик Кингейминг. Что же, все ставки приняты. За кого болеют, мы тоже понимаем. Ну, а теперь осталось лишь прокомментировать эту игру тем двум людям, которые сидят и ожидают ее. Это God Hunt и Lost. Приветствуем их. Привет, спасибо большое. Да, действительно, серия Best of 3 за выход в гранд-финал. Нави получает приз зрительских симпатий. Голосование 72 на 28. Мощно очень. Хотя, вроде непонятно также коэффициент Паримач потому что Нави предыдущую встречу выиграли со счетом 2-1 и странненько. Можно было и побольше дать, что там случайность какая-то была по их мнению. Ну, ходили легенды, что там, откровенно говоря, Кин закидывали. Многие считают, что именно в том противостоянии Кингейминг отнеслись к матчу не на все 100%. они ярко не выступали так ярко, как они выступали сетки лозеров. Поэтому сейчас у Натус Винсер серьезные испытания. Кингейминг наверняка будет играть полную силу. Ну, хочется посмотреть тогда на их полную силу. С Тиньси было, конечно, интересно. Но там, по большей части, Тиньси сами проигрывали свои карты. Нельзя отдать им должное. тоже выступили далеко не на 100%. Навид, что скажешь по драфту? Мне не особо нравится, мне не особо нравится Урса против Разора, которая, если оказывается в эпицентре драки, получает статиклинг и все, она абсолютно бесполезна. Ну, и слишком много, наверное, заделано на ультимейт. Долго играющие, вот эти Стоунгейз, Блэк Холл, ты должен под все это подстроиться. Кингейминг вышли из ситуации, пикнув спик тру, с которой тоже не надо торопиться, и в любой момент с кнопки можно оказаться в файте. Медуза с Урсой как-то странно стакается, потому что, с одной стороны, Урса прыгает, ныряет вперед и хочет кого-то загрызть, ей нужна поддержка, ей нужен кто-то, кто способен усилить ее рвок, например, Лина с Лагуной. А здесь Медуза, Медуза, герой, который, наоборот, любит, чтобы ее атаковали, герой, который, так сказать, является более защитным, здесь Нави старается усесться на два стула. Интересно, какой из них будет лучше? Ну, что, разбег по линиям, посмотрим на Меджикл на центральной линии, от Медузки очень многое зависит в этой игре, можно поймать темп, можно не поймать его и потом уйти на очень долго в леса, пытаясь набрать хоть какой-то фарм. Ты смотри, что они творят, они до этого играли против Энигмы, в той игре их Энигма просто уничтожила без шансов. Курьерчик, Миша, читает ситуацию, минус Курьер. Да, приятный бонус на старте. В общем, на этом турнире уже была игра, делись своим мнением, что против Энигмы нужно свапаться и отправлять агрессивную триплу сложную и наконец-то Кингейминг начинает делать что-то похожее на свапы. Все, Doom легкий и трипла сложный. Так, а у нас Энигма, ну я не знаю, тут тяжко будет в Дистине. Ну это его задача, он должен страдать. Да, его задача это терпеть под вышкой, получить экспу, пусть не столько фарма, но, конечно, против триплы очень сложно. Я бы даже сказал, что здесь три героя уже не особо-то и нужны, они могут вдвоем спокойно стоять против Тини. Конкретно третьему саппорту здесь делать нечего и либо Шаду Шаман, либо Дизраптор спокойно отправляются на легкую линию и помогают Думу. Поскольку двух героев здесь достаточно для доминации на Тини. Можно, конечно, пойти еще помешать Энигме немного. Ну, тогда нужно делать прямо сейчас. Только Энигма получает третий уровень, там уже мешать очень трудно. Идолоны разваливают без шансов. Все очень хорошо у Разора. Пока мы видим 7 на 6, много Денаев, но за счет статиклинка первого, видать, много дэмэджа получил. Не дает там отвода, уже делает себе Дум, чтобы нормально обстоять на линии. Ты не понимаешь, что пахнет жареным. Ну, пахнет сейчас жареным, очень пахнет. Я не знаю, что там Раста, у нее Заршок или контроль какой-то. По-моему, молния была. Ну, тогда убить вряд ли получится. Но разомнут, разомнут здесь Чу. Много дэмэджа получает. Ну, есть кольца, как ни крути, очень скоро ему и ему еще одно колечко, да, все-таки Регена ему хватает. И Тинни старается выжать максимум на данной линии. Понятное дело, что фармит он очень-очень малый, у него ужаснейший крипстат, но с другой стороны фармит Энигмы и прекрасно себя чувствует. Погибает. Элевен забирает первую кровь. Как раз-таки смещение Раста на верхнюю линию. Не ожидал и верно, наверное, увидеть там еще одного оппонента. Ну и вот он фраг. Метнул дерево, забирает крипов на себя, не дает пушить вышку. Это, кстати, здорово исполняет. Вот что я хочу сказать. Да, только выжил из рейнджа и они вернулись обратно. А, и по итогу придется выбирать либо рейнджовый крип, либо два крипчика там. Доннает. Ну и Чу почти третьего уровня. Дизраптор. Спектра уже тем временем подфармила леса. Вот пока я могу сказать, что Кингеминг довольно-таки круто все сделали. Они поставили дабл линии. Не совсем понятно, куда нужно идти Энигме и куда нужно идти Тинни, потому что придешь на легкую линию Энигмы и Тинни, ну Спектра будет фармить и естественно Энигма вряд ли придет и поможет какое-то время. Придешь на сложную линию, там стоит Дум, он просто кушает крипчиков и в этом случае Шадушемон спокойно сместится на сложную. И дабла в виде Урса и Интерверны тоже не особо работают. На центре Мэджикол очень много урона, еще одна должна быть. Тычка так есть, он под флаской находился, поэтому вышка его не добивает. Тычка не залетает от Медузки, не забивает эту фласку и в итоге Рейзер выходит победителем из этой стычки. Ну и 2-0 уже. Да, это конечно важный фраг на центре. 16 на 9, 12 на 1 и по фрагам и по крипам впереди Разор. Да, из-за того, что Энигма фармит лес, она не может помочь пока что в центре. Желательно ей получить шестой уровень. Она не особо-то будет полезна сверху против того же Дума, у которого бешеный Хоперегин, да и на легкой линии она мало что сделает против Спектра. Абсолютно еще эллимнация закид. У Левена все замечательно, готов он получать эти тычки. Да, вот нам показывают противостояние Медузы против Разор и уже по крипочкам на линии разнос довольно такой серьезный. Ну, а дальше идет Спектра, мы видим. Первая строчка 26 на 7. Женесная Энигма не может выровнять Турсу была бы и рада как бы прессовать Думу, но Дума слишком большой Хоперегин. Может, с какого можно пробовать убить? Там будет какой-то контроль? Ну, нет Эзершока, соответственно, можно попробовать поблочить. Сейчас Душаман дает неплохой хекс, старается уйти под вышку не то получается, а вот Винтер верно скорее всего пострадает. Да, Дум хорош. Это еще не конец, мне кажется. Да, прорубили. Урсевич, очень увесистые тычки от КК, продолжает его преследовать, но все. Дум разворачивается, с Эзершоком там не дотянуться, так что Кристаллайз убегает, но еле живой. Через 15 секунд наполнятся Шрайны и также появятся Баунтируны, потому что за них с тычкой будет. Убить. Ну, все, КК погибает здесь. Я не знаю, слишком нагло поднялся к этому Шрайну, не ожидал, наверное, увидеть там Энигму, но Энигма там оказалась. Так, ну, две Баунтируны сверху тролли. В итоге три. В итоге три Баунтирунки для Кингейминг. Ну, старше, конечно, для Кингейминг, на самом деле, не знаю, можно было бы сделать лучше. Спектра топ-1, единственный, кто и может что-либо сделать, это Энигма по Крипстату, потом идет Рейзер и Дум, и только где-то там вдалеке виднеется Медоза вместе с Турсой. Так, коэффициентом мы видим, то, что неутешительное для Атус Минсер. Да, да, Нави. Не верят в них от слова совсем практически. Так, Элевен. Отклился флаской, вблизи на позицию, но без маны. Заршок, очередной, залетает в Мишу. Элевен. Зацепили, есть замедление. Аккуратно надо быть кристаллайзом, подходить вплотную тоже не хочется. Получить на развороте Заршок мечом и можно и склеиться. Вы знаете, что я подумал? Энигма с Доминатором, это на самом деле опаснейшее оружие, но вроде как против Думы это не особо работает. То есть приходить к Думу, имея крипа с Доминатором, очень глупо. Зачем мужское просто съезд его? Поэтому, наверное, сейчас придется выбрать другую линию. На центре у нас там тучи сгущаются, дизраптор на позиции. Пошел Мистик Снейк, вот он выход на Мэджикл, эстейв какой-то бой, телепорт. Мэджикл теряет очень много урона, вернули его, но должны добивать, должны добивать. Разор загрызает. Еще раз летает сюда кристаллайз, очень много внимания и на себя стянул. Еще можно было и Мишу здесь добить. Монсит разор, ставится филд. Ну нет, погибнет, погибнет. Да, тут слишком много народу оказалось. В итоге три героя, помимо Медузы, стоят у себя возле Эншентов и принимают там разорочку. Но фраг он свой сделал. Медуза темп сбивается, 23 на 1. Нет там, я так подозреваю, никаких трех рейсбендов и ПТ. Ну ладно, седьмая минута, конечно, этого и не должно быть, но пару рейсбендиков-то есть. Причем такая неприятная ситуация, знаешь, вроде бы и хочется уйти в лес Медузы, все-таки спидшот, все-таки они, она там фармит, но там, черт возьми, Энигма, которая забирает часть фармы и по итогу получает, что Медуза с Энигмой не особо сочетается. Вон съел крепочка, 200 получил, пошел Дум, подтягивается, раз, Тезершок, Левен все еще жив, начинает уходить, землей да, регенится, сумасшедшая на развороте еще может добить эту Урсу, одну тычку буквально надо сделать, не получается, сденать, кака, и все, на этом ганг закончен. Блэкхолла еще не было, половины уровня не хватает близи для того, чтобы прокачать ультимейт, а Дум выживает, выходит на первую строчку по Нетворцу за счет этого съеденного Крипчика. Ну вот то, о чем и говорилось, пришла Энигма, Доминатор вроде бы и сильное оружие, Крип имеет много ХП, но Дум все это дело контрит, и МХО, пора бы уделить внимание Спектре, потому что, где это видано, Спектра стоит на седьмой минуте, топ-2 Нетворц на карте, никто ее не напрягает, и никто даже не думает прийти помочь бедному тени. Да, при этом Спектра уже имеет шестой, она сама может куда угодно присоединиться, если на топе сейчас еще будет какой-то попытка нападения, то плюс Спектра как бы. Дум отрегенился практически до фла, да, но быстрый доминатор, но это не показатель, опять же мы уже обсудили, что против Дума это не лучший артефакт, если бы он на другой линии там Спектру загнобил, как с помощью этих репочков, так Спектра, пытается уйти, на месте ее нечем держать, и Чикин просто живой, отбегает подальше, да, потратил ультимейт, но ничего страшного в этом нет. Да, но раз уж у Урса ничего не получается на сложной линии, и старт у Кристаллайза, ну так скажем, мог бы быть и получше, все-таки Урса любит доминировать по фармам против Спектра в начале, Урса отправляют на легкую линию, чтобы та как-то гоняла Спектру. А Тень уходит в крестовый поход. С утверением в крестовый поход вышел Рейзер. Ну все, это минус близит. Да. Очень простой фраг. Можно сейчас пробовать еще и спушить. Дизраптор на позиции. Ну, атаковать там, понятное дело, Мэджикла здесь не будет, он просто экспится, чтобы экспе просел, как мы видим, третий уровень, уже девятая минута. Сейчас скоро книжечка, через минуту появится, ее надо будет покупать. Скорее всего, ее Дизраптор или Расти отдадут. Мне кажется, варды получить быстрее и интереснее. С ними можно пойти, там, объектив какой-то забрать, лишнюю вышку. Рошанчик, наверное, сейчас пока не выйдет. рановато, нет еще золотов таких. Вот можно сказать, что приятно, когда в команде противника есть Миндовая Медуза, она рано или поздно уходит в леса, соответственно, любой саппорт может прийти в центр, получить экспиренс, и сейчас Дизраптор стоит в центре, получает весь фарм, получает экспу, получает голду, и никто его не напрягает. Нато с Винсер, отдали центр, да, вот он, он получает все возможности с этой линии, многовато выносит. Так, вот она Медуза. Медуза счастлива, что Энигма ушла из леса. Продолжает фармить, но артефактов у нее маловато для того, чтобы быстро фармить лес. Мэжикл уже думает о том, чтобы купить топорик, чтобы все это дело происходило быстрее, ну а Тинни пришел наверх и сверху хочет что-то сделать с Энигмой, но опять же мы уже говорили много-много раз, что против Дума все это... Да, можно просто заткнуть, подходит сюда Разора, надо побежать. Стелл Кентавра. Стелл Кентавра, плюс 200 очередные, статиклинг работает, глимсанули назад, Энигма отсюда тоже не уйдет, Близи слишком много урона, да, зафиксировали на месте, убили, и в это время пытаются доковырять еще и Тинни. Есть телепорт, пошел Хекс, понимает, что Дум подходит к концу, Чу. А куда тут подводные лодки денежки, как говорится? Тосова. Не, конечные, да, Чу. Мастершок, да. Да, ну, в общем, пока Доминатор Энигмы, по-моему, работает только на Дума, то есть стоит такой Дума, он стоит, да, как бы он фармит, у него все хорошо, к нему подводят крипа, за которого он получает 200, он его еще... Это практически Медас подарочный, ты просто стоишь, и тебе... Это даже круче Медаса, потому что там, как бы, больше денег дают, и я удивлен, что Энигмы продолжают пытаться напрягать Дума, на мой взгляд, вообще нужно было давным-давно уйти с этой линии, или есть еще вариант номер два, просто не собирать Доминатор против Дума и купить что-то пополезнее. Потому что пока Кенны душат, учитывая, что у них спектра, по идее, должно происходить совсем наоборот. У Натас Винстер есть Урса и Медуза, которые вроде бы, ну, имеют неплохие деньги, но вот остальные герои почти ничего не имеют. Тут, наверное, упор на то, что тут выход на Разора, филд пошел, выкинули подальше, да, добить получится, но должны, должны, да, статиклинг пошел, доковыряли, все-таки дамеджи хватает. Я к тому, что все вот это время, то, что происходит кипич на топе, Медузка-то фармит 4-2 степенны Творсу, уже выравнивается с Разором вплотную и, возможно, в скором времени ворвется в топ-3. Да, это неплохо, это неплохо. Так, про нее тоже забыли. Энигма нашла новое место, попробует она запушить вниз, здесь сразу же появляется Shadow Shyamalan вместе с Дизраптором, Дума с большой вероятностью любой момент сделает ТП, Энигма возвращает у Дизраптора замахшим Глимс и Энигма погибает. Эх. Не самая лучшая игра для Энигмы. Не самая лучшая игра. Не самая лучшая, действительно, нормальный Black Hole дать практически невозможно, слишком много контроля, Доминатор твует в Country Doom одной кнопкой, таки сложно играть, очень сложно. Надо себя Джинити берет. Можно было и ХП взять, на самом деле, на Разорчике-то. Ну что смотрит? Ну, можно было, но он, я так понимаю, сейчас просто будет быстрее фармить, типа штучки. Ну, третья пассивка, мне кажется, крипы и так быстро мрут. Чуть увеличивается скорость пуши, но 225 кп. Ладно, мы видим 67% пикрейт. Ну, ты задел на лейт. Лейт, когда он там высасывает 200 урона, то дополнительный атакс-пит заходит нормально. Так, ну вот, вся надежда на Чу. Чу — это герой с прокастом, Чу может вырваться вперед, Чу довольно-таки неплохо вырубает саппортов, если, например, сможет купить себе быстрый блинк, но вот пока он блинк не дофармливает и пытается все сделать на ге днем, а сделать это сложно. Выход на медузку готовится? Они видели, они видели, что был смог, они сразу же подходят на позицию, но кинг-гейминг не имеет смысла куда-либо идти, то есть у них есть спектра, у них дум, у них два мощнейших героя в лейте, соответственно, они могут просто фармить и выкачивать спектру, и, соответственно, здесь уже на Тус Винсер нужно проявлять какую-то инициативу. Ну пока день. Ну, никуда не пойдут. Зажаты, медальсику думают. Он же медальсик купил? Ну да. Ого. На лейт. Они точно не закончат быстро здесь? Спектра. Надо пофармить, нужно выиграть время. Ребята в нагоду фармят вражеский лес, поставили шикарнейший вард вид кристаллайза. Кристаллайз не может пока подойти. И даггера у него нет, ворваться он не может. Это, знаешь, такое чувство, когда вот эту точку фармят, то есть ты сидишь противника и ничего сделать не можешь, ресурсов не хватает. Сравнение Разора и Медузки. Очень много лейнкрипов выформил Разор. Почти в два раза больше, но зато Медузка свою вынесла в лесах. Мишка пошел. Мишка очень хочет заспейсить. Но спейс без блинка это такое себе. То есть можно просто телом навалиться на вышку, забрать, пока Кинг Гейминг забирает Т2 снизу и фармят вражеский лес. То есть на самом деле очень много перемещений ребята тратят для того, чтобы попытаться навязать замес, а Кинг Гейминг прекрасно знает, где находится противник. Они расставили агрессивнейшие варды, знают, что происходит в лесу слева и что происходит в лесу снизу и забирают Т2. Да, в наглую просто через варды Расты до Ом. Нет, нет шансов уйти. Пытались заденать, тоже ничего не вышло. Мне кажется, даже Глимс был лишним. Все-таки Дум с дабл дэмэджем он мог эту вверну и так заковырять и дальше уже можно было хватать другого героя. 5-55-1-12. Закапывают. Гейминг закапывает действительно нави, оставляя все меньше и меньше надежды на них. Давай подумаем, как можно начать драку. Например, на Тус Винцер они были бы рады первыми провести замес, но у них, к сожалению, есть небольшие проблемы со врывом. Сейчас вот у нас мы видим, как бегают ребята в наглую по лесу. Резер находит Энигмус, сразу же забирают из Раптора и Спектра ультует. А тут мрак, Розор уже высылал кучу дэмэдж, добегает это Урса, Баунтируну забирает, ставится ультимейт, Розор немного разомнет дома, но это немного. Миша должен погибать, Спектра грызет, чего пытается добраться, хоть как-то, за раз-то присыпал. По-троим, кстати, Урса на развороте, чекин погибает. Леван отступает отсюда, Энигма делает байбэк, навесили Урсевича, прорубили, Розор помогает сделать фраг, но в итоге байбэк есть от Энигмы и спасается отсюда Розор, забирает Баунтируну, в итоге неплохая драка, выбили Блэкхолл, выбили байбэк из Энигмы, да, мы видим по деньгам, тут, конечно, Навич, что только выиграли 1200, но вот этот байбэк Энигма, он может сбить все вообще тайминги на получение каких-либо айтемов. И убили Спектру, это немаловажно. Да, это немаловажно. В общем, Кингеминг днем находит любого персонажа, глимсу могут начать драку только если Кингеминг сами на них нападут, как они это сделали сейчас, и только в этом случае Нави могут надеяться на какой-то размен. Чтобы Нави сами могли ворваться, им желательно купить Блинк на Тине, это на самом деле вообще артефакт умер один прямо сейчас, и Тине нужно отдать какую-то линию. То есть, понятное дело, что можно попросить его пофармить лес, там где-то вынести свои деньги, но черт возьми, там в лесу фармит Энигма, фармит Медуза, фармит еще и Урса, вот вообще все, все фармится, идти не просто, не хватает линии, чтобы вынести необходимого. Сейчас ему отдали лесу, он дофармит. Будет поздновато, но все же. Пассивно, пассивно, это упадет, 32 процента. Ну что, надо доставаться, да, доставаться, но тут его нахватит, ему не дают дофармить. ТП уже он вряд ли сделает филд, зацепили, ну и можно, подходит Мишка, Мишка подходит. Мишка, присыпали, чу, слишком поздно, дали контроль, в итоге чу, здесь еще и выживает, это готовый Дагер. Я не знаю, почему растерялся Распа, он дал возможность присыпать. Ну, сцепили здесь у нас Энигму, после байбэка, 60 секунд, не будет. почему Распа не поставил Варду, если просто поставил Варду. Во-первых, Варде, во-вторых, сразу схватить в сетку, не дать присыпать. То есть он бы выживал, никого на веса бы не было и до конца Бразор допилил, там чу, еще разок пассивка сработала. Командная работа. Красавцы. Ну, это хорошо, тимплей. Респект. Так, ну, теперь появляется надежда. Блинкдагер у Тини имеется, ему отдала часть фарма Медуза. Самое время покупать смоки, самое время брать с собой Энигму и, допустим, какую-то Винтерверну и идти на ганг. Вот сейчас у Натус Винтер есть шанс перевернуть игру. Да, в идеале цепанутика вот Дизраптор, Расту, те, кто с Раскастом просто рассыпаются от Тини, запрыгнул, убил минус один герой на старте, причем важный. Расту это контроль, Дизраптор тоже контроль. Так что ты убираешь и уже намного проще становится и твоей Медузке, и у Урсевичу жить. Ну, смотрим. Дум здесь. Даггер есть, барабаны имеются, Медасик работает. Кристалайз, десятый уровень, барабаны на подходе БКБ защищается от того самого контроля. Медуза, смотри, потихонечку, потихонечку, уже вторая строчка догоняет Думу, у которого вроде как и Медасик, и Деваур, типа, ну, Мэджикл все равно. Темп держит. Ну, я думаю, это сейчас. Спектра у нас еще не вынесла артефакты на фарм. там сейчас Радианс появится. Только только она, да, купит Радианс, то я думаю, скорее всего, Спектра уже будет фармить побыстрее, чем Медуза, все-таки она и перемещается побыстрее, да и Радианс, как ни крути, дает очень крутой баф на фарм, соответственно, здесь надо что-то делать прямо сейчас. После Радианса Спектры на Тус Винсер будет очень сложно. И врываться, там, например, какой-то Тиннис Блинка. У меня большая спичка у нас на топе возле Баунти Рун, извиняюсь, что перебиваю, да, но тут забирают верну. Он просто вардил, да, и его забрали. В общем, до Радианса Спектры ждать на что-либо делать, иначе потом Энигмы и Тинни могут вешаться. Тинни вряд ли варваться первой, если Кингеминг поставит хорошие варды, а про Энигмы уже можно ничего не говорить. Энигма вообще старается собрать Блэкигм Бар. Денег будет у Думы. Дума будет очень много денег. Он получил просто 15 уровень в 19-й минуте. Это очень крутой показатель по XP. Очень. Редко кто-то апается с такой скоростью, и Думчик сейчас работает. Получает тонны денег просто. У нее и БКБ быстро появится. Он может, кстати, прыгнуть секунд. Он так и сделает, скорее всего. Прорубил. Ультимейт спектрой. Дума. Да, конечно. Сбивает с ТПС. Траста прилетает. Начинает подгрызать медведа. Нажимаются барабаны. Пытается попасть дайгером. Что, размансит что ли сейчас медведь? Ну, Крипт вроде показал. Нет, Дума прочитал. Зажали. Зажали медведа. И убивают. Так, приятно убивается спектрой. Убиваешь одного героя, нажимаешь на ультимейт. Видишь, что четыре игрока на Ту-Свинсер находится сверху. И Шаду Шамар сразу убегает, понимая, что там опасно. Деверно. Судя по всему, недостаточно опасно, чтобы быть от конца. Да, и поплатится. Стики съел? Может, какой-то сейф-цепэ? Сетку? Не, просто. Ого. Ого. Никто не поможет, ведь, знаешь, вот так остатешь под вышкой. Ни одного телепорта, ноль помощи. Продано. Да, действительно продано. Покупаются книжки. Двадцатая минута. Рейзер видит Виверну. Он не хочет, чтобы пассивку ударил, он так аккуратненько. Держит дистанцию. Так, Пропускаем. Можно, конечно, сделать телепорты на шай, но у вас нет пока раста еще 13 секунд и нет ультимейта у спектра, так что вы решили подождать. Все правильно, все правильно. Есть. О! Так. Кого-то ждет определенно. Вот он стоит. Теперь курьера, наверное, ждет. Ну. Ну. Штреляй. Так. Хекс. Законтролили. Кстати, что это будет. Так, поймали. Энигму пытается сделать ТП. Должен быть Глимс. Глимс есть. Ну и Близи погибает здесь точно. А тут улетит Миша. Миша улетает. Не хватило контроля. Но потянул сюда уже спектра. Начинает выжигать. Дум мы видим 12700. Талантный девавер в действии. Денюшки пошли. Метасик. БКБ есть 10-секундная. Дальше, я думаю, очень быстро появится какая-то шива дополнительная на команду. Вообще, если вы сможете на это и понимаете, что Дум фармит очень хорошо. Он действительно по фарму возит много боев, чем Медуза. Спектра фармит хорошо у него Рейдианс. Даже Рейзер фармит хорошо за счет своей пассивки. А вот у Натус, Винсер, Урса. Когда взяли Урсу, как-то, ну, лично я начал скептически относиться, потому что они особо сочетаются с Медузой, потому что Урса любит идти и воевать. Она любит идти и забирать начали Рошанов за счет давления, за счет преимущества. А здесь мы видим, что Медуза никуда не хочет идти, ей нужно пофармить. И в итоге Медведь вынужден фармить, но фармит он намного медленнее, чем все вышеперечисленные герои. И вот Мишка грустит. Мишка бегает. Мишка не знает, что ему делать. Ну, как бы фармит. Но, понятное дело, что в Лейде у него перспектив маловато против пика противника, и ребята просто ждут. Да. Чекнули Рошпит. В Рошпите чисто. Пока Рошанчика не трогают. Да. 23-я минута, чуть больше 8000 преимущества. Вот 7. 7 сейчас стало. Дабл дэмэдж забирает. В позиции находятся кины, да. Рейзер. Ставят вардики. Очень хотят, чтобы на Тус Винсер пошли фармить Нижний Лес, но Най занимает отличнейшую позицию. Не понимая, что, скорее всего, Рошан рано или поздно упадет. Все-таки урона хватает у одних, у вторых, и просто ждут ошибки от Кингейминг. Кины выманивают. Пока они просто идут забирать Т2. Спускайтесь. Вот еще варды снизу поставить, и вышка падает. И тогда уже кому-то из Натус Винса придется селепортироваться на базу. Мистик Снэйк. Не, ну здесь вышку заберут. А можно пойти дальше. Варды стоят, если Кины спустятся, то варды на стороне Кингейминг. Как бы линия все равно пушится. Не, дальше не пойдут. Дальше не пойдут, отступают. Хотя, мне кажется, зря потратили варды раз. И так ковыряли эту вышку, там с дабл дэмэджем был разор, он бы ее уничтоживал. Так что можно было оставить ее либо на Рошпит, либо уже на заход на хайграунд. Спектра продолжает фармить. Да, Рэдинс есть. Яша на подходе. Тоже 15 уровень. Истаки успевает забирать. Ну, все хорошо у Спектры. Пусть она, конечно, по натворцам и отстает. Чуток от Медузки на... меньше, чем 2000. Но... Вот он врыв. Медуза получает Дум. Успевает нажать Стоунгейс. БКП прожимается. Близи. Ну, а зачем Блэкхолл в одного Дума, которого очень трудно пробить? Слушай, заковыряли. Тиммейты, правда, рядом. Ставится еще ультимейт от Виверны. Надо спасаться Бекстом. Хекс есть. Зацепили Медузку. И Медузка погибает. Размен хороший. Для Кингеймин, конечно же. Возможно, еще и Мишу не отпустят. Филд пошел. Пассивочка сейчас работает. Миша взлетает. Погибает. Врыв от Чу. Закопал Разора. Ну, и тут же пошел контроль. Спектра продолжает нарезать. Понимает, что здесь уже бой неравный будет совсем. Погибает Урсевич. Догорит, наверное, с Рэдинс. Так и происходит. И Чу тоже умрет. Трипл килл от Спектры, которая ворвалась чуть позже. 17 уровень. 3200 на руках сразу после этой драки. Ну и 7.5107. Вообще веры в Na'Vi не остается у париматч. Ну, что ж. Но по Fight Recap и Na'Vi даже неплохо подрались. Да, если смотреть по денежкам, они даже вроде как заработали чуток денег. Но основная проблема в том, что они так жестко отфидили Спектру, который покупает сразу Яшу. Рецепт на Монту. И сейчас пока все появятся, она как раз таки деформит. Это Манта Стайл вырастет дем еще больше. Полуровня, возможно, добьет. И он уже 18-й будет. Да, ну и Близзи выбрал меньше из двух зол. То есть, на самом деле, здесь как бы мало героев было на передовой. Он, возможно, понимал, что, скорее всего, ему блокхолл в принципе не дадут дать. Поэтому просто дал его в Дума. Думу забрали. Да, как бы не лучшее решение. Это топа не натворство. Да, но с другой стороны, у него нет блэкинг-бара. Соответственно, надеяться на то, что он даст там блокхолл в Рейзер или в кого-то еще, пока не стоит. Пока просто... Прожимает смолк. Круто, если он его дает. Зная то, что у Спектра нет ультимейта, можно сейчас попробовать подраться. Чикен, Мистик, Снэйк, выкидывает даггер, надо спасаться бегчем. Кинотик Филд топовой. Баунти забрали. Дарк, может быть, погибнет. Выкидывают Спектру назад. Должен погибать здесь, наверное, ул Чикен. Как-то поднимается по даггеру на хайграунд. Жив, цел, Орел. Идеальное место. Он прям по этой штучке выбрался, выбрался, выбрался. Еще поставил шикарнейший Кинотик Филд Рейзер. И здесь Кинг Гейминг очень повезло. Прямо место для Ганга, для Нави было весьма неудачное. Так, 4700. Две тысячи только баунтирунами. Да, Кинг Гейминг продолжает отлично собирать баунтируны по карте. За счет того, что у них Спектра, они все время могут бегать 4 плюс 1. И тем самым они его фармливают немножко больше. Все-таки Натус Винцер вынуждены бегать пятером. За счет этого они покрывают меньшую площадь фарма по карте. И Спектра. Да, Спектра идет очень-очень хорошо. Выше, чем обычно. Выше, чем обычно, да. Еще появится Монта Стайл, 18 уровень. Бабочка появляется у Медузы. Не особо ей поможет, если Дум по-прежнему будет инициатором. Если он запрыгивает, затыкает ее Думом, то ничего там тебе уже не помогает. Выход с Макем. В Спектра есть ультимейт, если что она присоединится. Ведет Чу. Разор рядом, но надо дать Думу запрыгнуть. Дум. Что, на хайгеронт прыгать? Филд пошел. И есть ультимейт Спектры. Можно быстро убить Виверну здесь. Виверна погибает. Как же ее просто испепелило-то. Ну и вот у нас Спектра прыгает на Медузу, попытка сделать ТП. Дум запрыгивает, есть ультимейт. Зацепили Медузу, быстро оставляют без маны, отправляются в Таверну. 65 секунд. Байбэк отсутствует на данный момент. Ох-ох-ох-ох-ох. Ну и Энигма пытается сплитпушить там что-то на топе. Добить себе Блэккинг Бар, который уже хватает. Надо надеяться на какой-то хороший Блэкхолл. В это время падает Рошан. А Егис, скорее всего, для Спектры. Убивать ее придется два раза. Можно, конечно, и Розору отдать, но... Все-таки Спектра еще не такая неубиваемая. Так что... Да. А Егис без Спектра. Она за счет трейденса может много дэмэджа выдать в файте. Теперь придется где-то пять минут, пока Егис не пропадет. Сейчас вот неприятная ситуация. Ну, вообще, наверное, всю игру будет неприятная ситуация для Близзи, поскольку вот он вроде бы Блэккинг Бар выформил. И можно пробовать дать Блэкхолл в Думу, можно пробовать дать Блэкхолл в Думу плюс один, но уж слишком легко все это контрится. Спектра нажимает на ультимейт. У тебя еще и даггера нет. Ты прыгаешь пешком идти. То есть ты никакой беззапности. Да, Спектра нажимает на ультимейт, ты пытаешься зайти пешком, а Дум просто прыгает, дает Энигми ультимейт. И здесь Энигми, вот именно в этой игре, нужно слишком много артефактов, чтобы давать хорошие Блэкхоллы, так скажем. Неутещительный пик, неутещительная позиция. Дум, Шивы есть, дальше огоним. Можно золынить прямо сейчас? Смог, да, потому что, возможно, Кинггейминг, ну, как бы, будут готовы к атаке через 5 минут, когда уже Айгис будет заканчиваться, или сами зайдут. А вот сейчас, может быть, получится удивить Кинггейминг. Да, мультимейт в спектре, мне кажется, откатится уже секунду на секунду. Да, 19 секунд остается, так что, если что... Секунд 5 у них есть. Не думаю, что не успевают. Но тут на горе, на горе. Кинггейминг на горе. Да, не успевают. Уже все, уже можно и не торопиться. К спектр, в любом случае, присоединится. 13 тысяч, преимущество продолжает расти. Мэджикл, пока 18 уровень. Вообще, неплохо было бы использовать этот Айгис, сейчас пойти, я не знаю, самим что-то сделать. Кингейминг, все ультимейты есть, кроме дума. Мне кажется, надо ли сами все сделать, они сами пойдут. Мэджикл. Да, Айгис противника. Все, теперь они будут пытаться убегать. Спектра нажимает на ультимейт, дезераптор дает глимс и минус один. Главное успеть. Без маны быстро оставили спектру, там Мистик Снэйк залетел. Что надо иметь какой-то Clarity с собой, я не знаю. Три Clarity имеется в виду. Ну да, побольше скупить. Ну как раз все за скупаются мангусы, Clarity, съел мангу, выпивает Clarity. Там еще Rice Band есть, Soul Ring. На черный день. Да-да-да. Ну все, он готов. Небольшая стычка, возможно, будет у нас. Дум. Видит. Возле Шрайна. Поймали Дума. Он начинает расстреливать. Блэкхол в него. Близи. А он БКБ успел нажать. Нажимает Шиву, пошел Блэкхол. Я слышу, кого-то там затягивают в черную дыру, ну и тут же погибает. Развора затянул, я так понимаю, получил пассивочку. И снова Медуза. Снова подумал, вообще не дают поиграть здесь Медузе. Ну и Спектра просто вырезает. Взялает, пока не работает, рядом находится Чу. Ну а вот теперь Чу отсюда никак не выберется. В любом случае, Спектра продолжает уничтожать. Какие-то минус пять суммарно, всего лишь двух персонажей потеряли здесь Кин. А Егис не дропнут. Ну и идти вырезать Т2, заходить на хайкграунд. Да, много денег здесь заработали. Да и так много денег у Кингейминг. Преимущество по слотам уже все слишком хорошо. Это Дум, посмотри на него, 19 тысячный Творса. Если взять какого-нибудь Урсу, то это почти двукратное преимущество. Ну да, он дошел в конец, когда он может просто на пофиг заходить там в четырех-пяти героев. Убить его крайне сложно. При этом, если его даже и убьют, то в любом случае четыре героя у Кингейминг просто убьют суражескую команду. И Дум в этой игре, ну, сыграл прям круто. Прям на все сто. Ну, конечно же, можно сказать, что ему помогли. Да, там Энигма собрала демиатора, пришла его покормила. И в целом, как бы, очень много ошибок совершили на Тусвинсер, но это в любом случае не умаляет его заслуг. Пытаются убить Чикин. Там есть Аегис, можно, если что, дропнуть его. Разминают Барак. Ну, видимо, с этого раза не получилось зайти. Попытка номер два. Но без Урса это сложно. Уже появится, и Медуз Биурс отпрыгивает. Отпрыгивает после колбы просто с даггера, и Левен уходит отсюда живым и здоровым. Тараско. Ну, спектры на подходе. 22 уровень. Да, Нави, конечно, задефали Бараки. Большие молодцы. Но суммарно, насколько это сильно меняет ход игры, когда уже 20 тысяч ты проигрываешь. Тяжко, тяжко. 6700. Посмотрите, сколько по баунти рунам летят контроль карты, целиком, полностью за кин выходит. По крайней мере, на момент появления баунти рун. 4000 только за счет рун. Падают шрайны. Кирас пытается собрать разор. Может быть, ему даже стоило здесь купить какой-то Аганим. Для ускоренного фарма строению. Спектры ультимейт есть. А, купил диффуза себе, решил одним кликом. Ну, против Медузки. Отличный выбор. И Аганим появляется у Дума. Теперь очень мало шансов. Дальше он планирует и рефрешер. Может, полкоманды выключить просто. Может, Солянова сделать минус 2. Да, да. Запрыгнул, заткнул какую-нибудь Энигму, Медузу. Все, и тебе уже ничего не сделать. Причем, такие герои, что не только Энигма, но еще и Урса. Если получит Дума до ульта, ничего не сделает. Там до блокинг-бара. Да и Медуза у нас, как мы видим, страдает. Тут, конечно же, и Дума понимает, что это не лучшая цель. Вот его лучше всего обходить. Он все равно нажмет БКБ Шиву свою и убежит от тебя. Да, вот как-то разок, знаешь, добраться до Шамана, добраться до Дизраптора и постараться сделать минус 2 саппорта. Было бы, конечно же, здорово, но... Так смог, пропадает Дизраптор совсем рядом. Разворите будут? Врываться. Дарк наглеет, Шива пошла, нашли Виверну, есть стомп. Смотри, как Дума разваливает просто с руки, просто с руки прорубил, держит у нас тем временем и Тинни, Тинни тоже погибает, Виверна минус, но это минус 2. В спектре даже не понадобилось нажимать ультимейт здесь. Вот это Кингейминг, это не те Кингейминг, которые были в Виннирах, это не те Кингейминг, которые... А вот Аганим, кстати, у Розора, то, о чем я говорил, он решил не тянуть до Керасы, а просто... Да, побыстрее. ...зойти на хайграунд, да. Идет здание ультом. Уничтожить здание. Байбэк есть, оттянем, отступили ненадолго Кингейминг, но играют очень аккуратно, кстати. Торопиться некуда, у них с каждой минутой шансы повышаются, то есть сейчас у них там, допустим, шансов на победу 75, потом 76, потом 80, потом 90, и с каждой минутой ситуация у Кингейминг все лучше и лучше. Ну, лучше не доводить до ситуации, когда у Na'Vi останется 1%, в этот момент они могут... 8,5 на Na'Vi 1,05 на Кинг, ну, тут уже 1,05, мне кажется, меньше, тут уже и... Ну, что ты закидываешь сотку, выигрываешь 5 рублей. Отлично. Бизнес. Не ставь на Na'Vi и не ставь против Na'Vi. Старое доброе правило. Так, ну что, заход на хайграунд, Eleven, поднимается, пошел на вес, что это за комбинация ужасная от Na'Vi, StoneGaze работает, ставится статик шторм, пошел Блэкхолл, сбить его пока нечем, думаю, кстати, может быть, и заковыряют, а там что еще, и Спектра оказывается, в эпицентре всего это делал. Алчикин отступает через даггер, Раста, близи почти погиб, но вот приходится за статик линком у нас Разор, начинает разматывать, погибает Турсевич, ну и на этом как бы все, но думаю, разменяли Алчикин еле живой, но живой, бревно пролетает совсем рядом. Сатир, ну ладно, уже 180 здоровья у Спектры, хотя прыгнет, прыгнет с дайдера. Не бежит за ним? Не, уже никуда не прыгнет. Сатир убили, держит Тини и уничтожают его. Ну ведь, План Гора работает. План Гора сработает. Вот нами вчера выезжали на Плане Горе, на самом деле в некоторых ситуациях это работало на все 100, особенно в матче против Минески, и даже в такой ситуации План Гора это лучшая защитная стратегия. Это только придумали. Да, но был потрачен Black Hole, тайминги у King Gaming есть, я не знаю, что контроля как такового уже нет, и сейчас можно закупиться, докупить вот эту Тараску Спектры, чтобы не приходилось убегать из Пайта так далеко, чуть-чуть отступить куда-то на хайграунд. Вот, постоял, 5 секундок и возвращаешься. Что делать на Ави, Димон? Что делать? Что придумать? Ну вот поэтому сейчас даггеру инигмы. Хорошо. Это не меняет ситуацию, потому что Black Hole еще долго нет. Верно, есть ультимейт, можно как-то попробовать сейчас позицию выбрать и что-то с помощью него сделать. Дум вернется через 9 секунд. Ну вот в этот момент ты обычно надеешься на ошибки противника. Ты вспоминаешь, что мир Доты не идеален, что все мы живые люди. Что, Дум может зайти пешком и Спектра полетит прямо вот к нему. Да, то есть прямо в Black Hole. И вот если так вот еще пару раз... Так, там поймали. Поймали Мишу, Миша. Не, Развор таких не отпускает. Спектра на хосте рядом. Должны заходить сейчас. Должны. Все есть для этого. И еще, жательно вспомнить, что если противник доминирует, у него стоят варды вокруг вашей базы, то лучше всего с базы вообще не выходить без смока, потому что это чревато вот такими последствиями. Не дадут Медузке получить 25 уровень, заветный талант. Так что 21 это слишком мало. Слишком мало. Байбеков нет, как мы видим у коров, по крайней мере. Не ждут. Рошан и Смог. Не знаю, есть Doom, есть ультимейт Спектры. Мне кажется, все карты в руках у Кингейминг сейчас. Ну, так будет 90%, а с Рошаном там 99%. Вот, а я говорил, один процент, наверное, оставлять нельзя. Ну, да, да, да. Зачем куда-то идти, если время работает от тебя, правильно? Не, конечно, иногда хочется и побыстрее видеть. Вот тебе видно, что ты любишь по-быстрому, но никак не получается из-за того, что ты все время торопишься. Как говорят, тише едешь, дальше будешь. Ну, у меня вот все время я, типа, очень тихо еду. И, соответственно, и пункт назначения достигается через длительное количество времени. Сейчас натосвенцер понимает, что у них где-то есть секунд 30. Как только появится Рошан, они сразу же нажимают на Смог. Так, зацепили. Или есть Doom. Медузка, можно просто уничтожать ее. Да, подходит сюда близи, а что он может сделать? Black Cold у нее имеется, но увидите, что Медуза стрелять нормально не сможет. Ставит с ультимейт. Вернули сюда еще и Мишу. Не, не отпустят уже. Минус 3. Байбайк есть у Медузы. Или просто Na'Vi не выдержит, да. То есть не нажмут они Смог, не прют они к Рошану. Но, скорее всего, сейчас уже Кингейминг закончит. Видно, что ситуация тяжелая. Натосвенцер уже на ровном месте совершает ошибки. Ну, а Кингейминг спокойно заходит и доводит игру до логического конца. Да, падают бараки. Можно отступить. Зайти на вторую сторону. У Раста вардов пока нет. Есть Black Hole. Они прекрасно это знают, но Энигма потратила БКБ в этом файте. Так что сбить его небольшая проблема. 25 уровень у Спектра имеется. Что, на Рошанчика? Как тебе, Спектр Штеги с МСРом? Идеально. Как там, 10 050 хп под дисперсией надо снять. При этом, если ты ненадолго потерял весь фокус, то там как бы... И ты прикинь, какие они. Они подошли, побили Рошана, испугались, что Na'Vi с Винсер нажали на Смог. В общем, это правильно сделали. И отошли это при условии, что они лидируют, имея 30 тысяч голды. Димон, это чрезмерная аккуратность, понимаешь? Это чрезмерная, да. Это уже чрезмерная аккуратность. То есть, как бы, я не спорю, надо всегда просчитывать всю возможность проиграть. Но иногда, иногда... В нас пропал дух авантюризма! Вот что я хочу сказать. Ну как же не зайти в Рошпит в Питером против Энигмы? Ну и дайте шанс. Дайте шанс на камбэк. Заходите на Дум, чекнул, говорит, так, не понял. БКБ нажал. Здравствуйте. И есть контроль. Запрыгся на Энигма. По двоим. Блэкхолл. Неплохо пытается зафокусить Дума. Дэмэджа не хватает. Но он все-таки добил его Урса. При этом потратив абсолютно все. Разор, навес тоже погибает. А где молодой человек на спектре? Можно вопрос? Пожалуйста, включите. Ага, вот здесь должны быть сверчки, которые вот сейчас... И он в это время вот этого там кентавра в лесу валит. Типа, когда команда на Рошане месяце, там, потратили на Блэкхолл. И вот, вот он пошел, конечно, на ультимейта спектры. Ставит, верно, запрыгивает в наглую в толпу спектра и начинает вырезать. Да, перепрыгивает на тени. Подизолейтом чу. Погибает. Трипл килл. И надо идти давить. Ура, ты маны не хватает на вардов. Ну, ничего. Дефармят. Сейчас можно пойти забрать Рошана. Сейчас-то они уже в полной безопасности. Блэкхолл был потрачен. Представляешь, насколько сильна Медуза с Энигмой, что даже в такой ситуации они способны убить противника, если бы те стояли в пятером Рошпите? Не, ну это... Витя, вот если бы они действовали, как ты хотел, то тут бы легчайшие два часа. Камбэк на камбэке и потом... Зато как было бы это зрелищно, Димон. Насколько вот это можно орать? Блэкхолл! В пятерых там и так далее. А что мы видим? Мы видим спектра фармить сатиров, как бы, ну убили там Дума с Байбэком, и что дальше? Убивают, зрелищность убивают. Не могут встать в Рошпите пятером. Не сейчас встанете, встанете на финале Инта. И вспомните мои слова, лучше бы сейчас встали. Они не умеют качать медийку и не знают, как попадать в мойки. Все правильно, да, да. Ты понимаешь, что она ошибка, она когда-то совершится. И лучше совершить ее сейчас и научиться на ней. Вот сейчас зайти в пятером, Найя выходит в финал. Вы там вот это говорите, никогда больше в Рошпит не лезем в пятером, чем вы на финале Инта против Нави заходите туда, в Рошпит. И вот он близи уже, Пок Чамп, засасывает вас в черную дыру. И вы думаете, боже мой. Так, ладно, есть рефрешер, есть Аегис, есть Сырок. Уже 28 тысяч преимущества, 40-ая минута. Давно уже кингейминг ведут, и им надо просто собраться, зайти в пятером. Там у Разора уже керасы есть. Слоты закончились уже, вот у нас. Слоты, Димон, никогда это не останавливает игроков перед фармом. Легендарный Энви продолжал фармить чуть полтора часа после окончания слотов, и никак ему это не мешало. Так, ну что там, башер есть. Аганим, рефрешер есть. Там можно довести Разор до кондиции, когда он заходит, врубает ультимейт, прожимает рефрешер орб, врубает второй ультимейт, прожимает рефрешер шард, врубает третий ультимейт, и с тремя ультами мгновенно сносит трон. Тимон, тут же дети, хватит. Тут фантазии фантазии. Злую сказку рассказал. И Нигма, если его засасывает, она моментально отваливается от трех ультов. Ну смотри, рефрешер орб у него есть в планах. Радутся. Как тигра. Незаметно крипы умерли. Так, кто же тут может быть? Так, ну что, заход на хайграунд, Энигма, почти доформила рефрешер, щиток не хватает, но сейчас есть блэкхол. Ставятся ворды, запрыгивает чё, зацепить не получилось, снова пошел ультимейт, заткнули Медузу, она опять под домом, погибает Виверну, ну и Ол Чикен просто преследует, догрызает Медузу, она уже без маны, шансов никаких нет, близи на позиции в смоке, ну а куда врываться-то у Медузы? Нет, байбэк, она не сможет выкупиться и что-то показать, вот он, ультимейт по двум, тут же сбивается думом, рассыпается Энигма, и тут надо писать Гудгейм, да, 43 минуты, Кингейминг забирают первую карту, Нави не справились, ну, Медузка не оказалась тем самым спасательным кругом, который мог бы здесь помочь, но всего один герой, который должен был что-то противопоставить, против кучи боеспособных героев у Кин, вот в чем проблема, у них очень много выформил дум, у них был полный фрифарм на спектре, и как вы должны были побеждать за счет одной Медузы? Урсу мы вообще в этом принципе игре-то особо не видели, она не могла появиться, там что-то показать, да, но это только первая карта, мы не будем бросать якорь, хоронить Нави, все время есть шанс на камбэк, и мы очень надеемся, что он состоится на второй карте, ну, а сейчас слово нашей студии-аналитики, ребят, разбирайте. Надеемся и мы, что дальше будет лучше, но посмотрим, что об этом думают наши аналитики. Итак, мы увидели с вами в одной игре, в одном пике, у одной команды Медузу и Энигму, это полный пылесос всех лесов, и мой вопрос, не слишком ли это жадно получилось по итогу, что бы вы хотели рассказать, господин Фобос, о тройке команды Нави, об исполнении Близзина и Энигмы? Вот Виктор спрашивал, как они могут победить Медузу, вот этих героев, которые там бегут и так далее, а я объясняю, они играли до этого, скажем так, с более слабыми командой, которые что делали? Собирались толпой, бежали к ним на гору, там, стреляли в Блэкхол, их стреляла Медуза, Виверна ультила, они отбивались там, зарабатывали на этом 10 тысяч золота и так далее, и я сказал, что это круто, это работает классно против средних команд, но сильные команды, они просто к вам, ну, лезть не будут, они будут максимально фармить с этим Думом, то есть здесь мы видели Дум топ-1 и Творс, просто сумасшедший, скажем так, убийца, который бежит вперед, на него надо тратить там 3-4 героя, все скиллы и так далее, а не вот Дума с какой-то прошлой игры, которую мы наблюдали, который там был где-то 5-6, тут просто сидишь, фармишь до определенного момента, снопболишь, зажимаешь по карте, находишь килы, не летишь, когда ты не способен снести эту гору, то есть что, скажем так, кины и не делали, и потом, когда у вас преимущество 20 тысяч, 30 тысяч, вот ты тогда и заходишь, потому я никогда этот стиль игры не исповедовал, вот это сидение на горе, потому что у вас нет, ну, никакой инициативы, и против более сильной команды, если она играет правильно, игра будет выглядеть именно так, что вы сидите, как вы на своей горе, ничего не делаете, ничему не учитесь совершенно, и, ну, скажем так, все зависит от врага, здесь Китай еще, который крайне силен в этих играх, скажем так, абсолютно не тот плейстайл, который нужно было выбирать, на мой взгляд, они попробовали сейчас, и нужно перестроиться, Китай нужно давить, с Китаем нужно драться, вынуждать сражаться с вами 5 на 5, потому что они не полезут на гору, и не будут там умирать, как идиоты, но таких, наверное, мы в этом турнире еще не видели, чтобы они были настолько агрессивны, чтобы они атаковали, а надо, надо перестариваться, если они хотят выиграть, им нужно перестраиваться, потому что будет именно вот так вот, будет к ним заходить герой, там, с преимуществом 20-30 тысяч, с байбэками, и вот ничего вы не сделаете, вот, если говорить, если говорить об Энигме, да, вот, то, ну, точно здесь не нужен был Доминатор, потому что, ну, слишком легко с ним Дум справляются, получается минус Айтон. ну, Саша, я тебе хотел задать вопрос, ты вчера сказал про пиккинг гейминг, не понимаешь, как это работает, а в итоге там Медуза и Омник, и это было очень даже хорошо, и так как третья позиция здесь была Энигма, достаточно спорная, по моему мнению, по итогам игры, как бы Омник здесь зашел? А ты переначиваешь? Там был, за место то, что Дизераптор вентерверно, а там, а Омник это так, тут, понимаешь, сложно сказать, потому что ты сейчас у меня, ну, спрашиваешь об идее, да, но я не видел корректного исполнения, вот, если бы я видел корректного исполнения Энигмы здесь, я бы сказал бы, ну, блин, он сыграл хорошо, и Энигма здесь плоха, но я не видел корректного исполнения, я не могу сказать, хороша она здесь и плоха, потому что сыграна в среднем, мягко говоря. Определенно, в самих драках, вот здесь тоже в мидгейме, было понятно, то, что Медузе помощь нужна какая-то, Энигма, эта помощь вообще Медузе не оказывала, с ее айтембилдом, где ты делаешь упор на то, чтобы поставить свой блэкхолл, то есть, идешь через БКБ, через блинк, через Доминатор, все говорит о том, что хочет дать блэкхолл, а Медуза исконно, раз за разом получает дум, и никто из тиммейтов помочь вообще ничем не может, то есть, здесь, ну, там, опять-таки, если возвращаться каким-то айтембилдом и, может быть, не самым лучшим решением в виде Доминатора, то, как мне видело, здесь, ну, нужна была какая-то линкенсфера впоследствии, чтобы хоть как-то Медузу бафать, ну, Лотус просто некому было собирать, ну, опять же, те самые аурные артефакты, которые в том числе помогли бы команде жить, там, Гривсы, Пайп, что-то, чтобы позволил хотя бы Хаунд пережить на несколько секунд, потому что иначе получается, что блэкхолл ты даешь, да, ты его кастуешь полностью, но ты кастуешь его зачастую либо в Дума, который первый оборвался, либо просто куда-то, а Хаунд все еще работает, Медуза все еще по Думам сделать ничего не может, и так было практически все сражения, которые принимали на Тус-Винси. Ну, это более богатая Энигма, должна так быстро и активно закупаться, а здесь мы видели, что она идет на третьей позиции, хотя с той раскачкой, с той стратой, которую мы часто видим в исполнении Энигмы в последнее время, она топ-1, топ-2 на Творс бывает. Ну, тут тяжелая, честно сказать, тут для нее тяжелая игра. Но они и лезли, или на двое. Мне кажется, на двое на четверку ставить, задача Энигмы здесь это собрать ауры, стоять на горе и нажать Midnight Pulse. Не блэкхолл, а вот именно на горе нажать Midnight Pulse и ждать, пока Медуза нафармит 6-7 слотов. Здесь, казалось бы, неплохой момент, и вроде бы ворвались сами, первыми синициировали, думали вырубили, но здесь ситуация такая, что даже Рейзор останется без байбека, и ребята просто дождутся Хаунд. Показывает то, что против Хаунда и против Спектры уже просто нечем драться. Вот смотри, 4 на 5, нажимается одна кнопка и Спектра всех убивает. Сразу, да, минус 20. Никакой ауры, ничего нет, все просто бегут в панике. Это понятно, это просто, это из 300 тысяч перефарма. Вот просто таким драфтом, если у вас 300 тысяч перефарма, даже если вы убиваете 5-х героев, они байбекаются, приходят, у вас ничего нет. Вот так вот и играется в суперглубоком лейте. Вот, ну, тут просто вот пример, скажем так, игры против команды, которая сидит на горе. Вот абсолютно хороший пример. Мало ошибок, мало брака. Скать, что там Нави сделали что-то крутое или плохое, я не могу, потому что, опять же, у них просто нет инициативы. Когда вы играете такую стратегию, инициатива не за вами. Все зависит от того, как сделает свой оппонент. Оппонент сделал все хорошо, он победил. как бы. Да, но оппонент явно не прочитал все эти хитросплетения сюжета, потому что вот там пятый метод, что-то шаман делает, фраг на Митриверне, прогоняет Урсевич, поднимается на Ашай, а там еще и оффлейнер стоит, такой инициатива, здорово. Потом Разор говорит, Медузу убил, соло в соло, я красавчик, посмотрю, что там как, а там и Энигма, и Урса, и Митриверн. Да, то есть, в этом плане у Нави очень странно получилось, что в легкой линии соло стоит Тини, в Меду, в Медгеме вообще никто не стоит, просто стоит Дизраптор, под этой, такой этот, эфемерным Разором, который где-то бегает, но возможно появится в центре, и просто фармят. И у тебя спектра соло сложная, фул фрифарм, но это вообще такого быть не должно никогда и нигде. И здесь, по-хорошему, если бы Чуваш был, скажем так, оффлейнером со стажем, скорее всего, бы не было такой раскачанной спектры в такие ранние сроки, это первое. Не было бы, скорее всего, при отсутствии Энигмы в рамках именно оффлини, где он пытался выформить на себя много, а играл бы полусаппортящие Энигмы, и под какой-то приходящий постоянно не было бы настолько много денег у Разоры, было бы больше у Медузы, так как ее были себя тоже не дофармливались, она бы забирала для себя все это дело. Ну и вот такая вот странная расстановка по линиям в итоге приводит к тому, что у тебя еще отсутствует в рамках ранней вот этой вот доты, раннего передвижения у противника два активных саппорта, а у тебя 1 метр верно на все. Потому что один герой просто он отсутствует на карте, ибо вынужден стоять в легкой. Довольно поздно, как мне кажется, ребята решили свапнуться линиями, там на восьмой минуте мы первый раз увидели Урсу на легкой, до восьмой минуты там страдал Тиня, пытались на топе задамажить Дума, Думу прогнать линии не удалось, он разворачивался, убивал. Может быть сразу попробовал против спектра злонабить Урсу плюс Винтер Виверна, пытаться бегать. Нет, там не так надо делать. Опять же, смотрите, есть наука, наука именно сильных игроков, которая гласит, что Медуза, ну, Разор ее прогоняет с центра. То есть есть Разор, когда я говорю, что пикается Разор, он должен прогнать Медузу с центра. Соответственно, если Нави, ну, он считает, что он может постоять, но в итоге это скажет то, что она там умрет пару раз, будет с низким нетворсом. То есть давайте идти, скажем так, по этой цепи. Разор мид, Медуза с центра уходит. То есть тогда кто-то должен идти в центр. Хороша ли Урса в центре против Разора? Нет. Тини? Определенно. Хорош. Соответственно, мы ставим Тини мид. То есть Тини становится кором, он идет мид. Вот, он стоит там хорошо и может даже при хорошем стечении убить его. То есть Медуза тогда идет на боковую. Делает она что-то, думаю, тоже нет. Как она стоит против спектры? Хорошо. Значит, задача отправить Медузу с кем-то против спектры. Вот. И ты собираешь такой пати, допустим, Медуза и Верна, Энигма, к примеру, а Урса оставляешь Дума. И такие линии уже выглядят круто. У тебя Урса стоит против Дума, может потерпеть в миде Тини против Разора хорошо и спектра под напряжением. Вот. Если вот так вот провернуть все и правильно посвапать роли, можно действительно интересно раскрутить все. Потому что я сразу сказал, что Тини должен быть кором здесь, а не Энигма. Тогда вот ты можешь позволить себе подобные ротации и будет удобно. Потому что Энигма здесь не должна быть кором, это не нужно. Во-первых, тяжелая игра, во-вторых, задача очень простая здесь. Вот. Саш, ну спасибо за этот подробный разбор. Сейчас можем прерваться на небольшой перерыв. Первая задумка на Ави против Кингейминг не сработала. Посмотрим, что случится на второй карте после небольшого перерыва.